Зидан решил выставить Бейла из Реала. За него уже предлагают миллионный футбол-спорт. Полночь 6, 25 июля 2019 года. Надеемся, он скоро уйдет. Зидан решил выставить Бейла из Реала. За него уже предлагают миллионы. Фото. Андрес Кудаки, AP. Чемпионат Испании. Два суперкубка УЕФА. Четыре лиги чемпионов. Главный трофей в своей карьере. Валенс Гаррет Бейл выиграл в мадридском Реале. Сливочные купили его у Таттенхэма в 2013 году за рекордные 100 миллионов евро. А теперь пытаются от него избавиться. На уход футболиста рассчитывает главный тренер клуба Зинедин Зидан. У которого с игроком старый конфликт. В чем его причина и что ждет Бейла выясняла лента точкой. Клуб решает вопрос. Бейл не играл, потому что не хотел играть. Он сказал, что клуб решает вопрос о его уходе. Поэтому он не выйдет на поле. Объяснял Зидан после поражения от Баварии в товарищеском матче. 1 к 3. 21 июля. Бейл на эти слова никак не отреагировал. Зато взорвала сеть реплика его агента Джонатана Барнета. Он заявил, что француз просто не уважает игрока, который столько сделал для Реала. По мнению менеджера, такое поведение позор для Зидана. Тренеру пришлось оправдываться. Во-первых, я не выказывал никакого неуважения. Я всегда говорил и говорю одно и то же. Игроки – самая важная часть клуба. И я всегда поддержу их. Во-вторых, я просто сказал, что клуб пытается продать его. А ведь отношения между игроком и французским специалистом испортились давно. Похоже, Зидан просто обманулся в своих ожиданиях. На Бейла француз делал основную ставку, когда пришел в команду в 2016 году. Это было время, когда в атаке королевского клуба феерили Бейл, Карим Бензема и Криштиану Роналду, и первый, по мнению Зидана, должен был стать ключевым игроком нападения. Но весной 2017-го между футболистом и тренером возникло недопонимание, отчасти из-за сложного характера Бейла. Перед матчем с каталонской Барселоной он заявил, что готов выйти на поле, хотя не до конца залечил травму икроножной мышцы. Зидан выпустил венгера в старте, но тот уже в первом тайме попросил замену. Бейла стали обвинять в эгоизме, но француз заявил, что не жалеет о своем решении и продолжает доверять Валийцу. Именно после этого Горец стал все чаще оставаться в запасе. В финале Лиги Чемпионов 2017-2018 против Ливеркуля Бейл оформил дубль. Я знал, что должен был выйти на поле. Когда это наконец случилось, я уже был немного зол. Наверное, поэтому я забил такие мячи, сказал он после матча. Тогда же Валиец якобы поставил Зидану ультиматум, либо он дает ему играть, либо Бейл уходит из клуба. Это заявление осталось почти без внимания из-за громкого конфликта Роналду с руководством Мадридцев. К тому же после того финала Зидан тоже покинул клуб. А когда в марте 2019-го он вернулся, Бейл заметил, мы не общались с ним с тех пор, как я забил гол в финале Лиги Чемпионов. Не сказал бы, что мы были лучшими друзьями. У нас были обычные профессиональные взаимоотношения. Горит Бейл, слева, и Зинедин Зидан фото. Я останусь в любом случае в феврале 2019-го. Мака писала, что Бейлам в королевском клубе серьезно недовольны. Он, по словам тогдашнего наставника команды Сантьяго Салари, не выдерживает конкуренции. Если ситуация не изменится, футболисту придется покинуть Реал уже летом, хотя контракт его рассчитан до 2022 года. Уточнялось, что футболист может стать частью сделки по трансферу Кристиана Эриксейна из Таттинхама или Эдина Азара из Челси. В апреле боссы Реала перешли к конкретике и дали понять, что действительно готовы расстаться с футболистом в летнее трансферное окно. Аз сообщал, что сливочные собираются как можно выгоднее продать игрока, а вырученные деньги направят на усиление состава. Правда, в числе возможных приобретений назывались уже другие имена, нападающие французского ПСЖ Киллиан Мбапи Ховбек английского Манчестер Юнайтед Поль Пагба. Так что за валийского вингера потенциальный покупатель должен был выложить не менее 130 миллионов евро. Было трудно даже представить, что какой-то клуб может согласиться на такие условия. Спустя месяц о ситуации высказался уже сам Бэйл. Он остался в запасе на матче с Бетисом в Ла Лиге, а Реал проиграл со счетом 0-2. С финальным свистком валиец ушел в раздевалку, не поблагодарив фанатов за поддержку, а позже во всеуслышание заявил, что его контракт рассчитан еще на три года, и он намерен продолжать выступление за команду. В противном случае сливочные будут обязаны выплатить ему зарплату за все оставшееся время более 50 миллионов евро. Я останусь в любом случае. Если для этого мне придется играть в гольф, я буду это делать, цитировал игрока. Когда же у Зидана спросили, почему он не дал валицу шанс, хотя команда проигрывала, он недвусмысленно заявил, даже если бы у меня была четвертая замена, я бы не выпустил Бэйла на поли. Однако мнение Гарета по поводу его будущего вряд ли собирались учитывать. Детали переговоров по его трансферу просочились в прессу в июле. Сначала писали, что в Китае Бэйлу якобы предложили зарплату в 1,3 миллиона евро в неделю. Название клуба при этом не уточнялось. По информации, в итоге о переходе договориться не удалось. Потом стало известно, что валиец и вовсе может уйти в китайскую суперлигу бесплатно. Выяснилось, что Риал тынул с ответом китайцам, потому что ждал приемлемого предложения от европейских клубов, но его не поступило. Как сам игрок относится к подобному варианту неизвестно. Гарет Бэйл фото, Андрес Кудаки, AP, это просто невероятное сумасшествие. Валиец в прошлом сезоне Ла Лиги, мягко говоря, не блистал. В 29 матчах он забил всего 8 мячей, то есть в 2 раза меньше, чем сезоном ранее. Вдобавок он неоднократно оказывался вне заявки на игры чемпионата. Во всех турнирах Бэйл провел за Риал 42 матча, отличился 14 раз и отдал 6 голевых передач. Учитывая невысокую результативность, уход Гарета из Риала не столько прихоть главного тренера, сколько необходимость. Сливочным, которые откровенно провалили сезон, заняв третье место в чемпионате страны, отстав от лидирующей Барселоны на 19 очков, и вылетев из Лиги чемпионов уже в одном и восьми финала, нужно что-то менять. Тем более, что конфликт с Зиданом кажется неразрешимым, а именно он диктует руководству команды трансферную политику. Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. Я должен что-то делать, чтобы мы могли меняться. Трансфер это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. «Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и всем станет лучше», приводит слова французского тренера. 23 июля агент Бэйл выступил с очередным заявлением, которое, между тем, не внесло в ситуацию ясности. «Это просто невероятное сумасшествие. Горет игрок Реала, он счастлив». Конец, отрезал он в беседе с ESPN. Менеджер добавил, однако, что его клиент вряд ли в ближайшее время появится на поле. То есть в матчах против Арсенала, Атлетика и Таттинхэма Бэйла можно не ждать. Барнет подчеркнул, что если его игроку и придется покинуть команду, это будет полноценный трансфер ни в коем случае не аренда. Но Бэйл не просто вышел на поле 24 июля против канониров. Именно Валеец заменил Азара на 46-й минуте, а на 56-й забил первый мяч сливочных в матче, который завершился победой Реала в серии пенальти. Зидан не удержался от похвалы. Он хотел играть сегодня и сделал хорошую работу. Выпустить его было моим решением. Я рад за него, сказал он на послематчевой пресс-конференции. Только вряд ли это хоть как-то поможет Вингеру остаться в команде. «Ситуация с уходом Бэйла не изменилась, вы ее знаете», – подчеркнула француз. «Очевидно, история подходит к концу, и на днях о будущем больница объявит официально. Сейчас портал «Трансформакт» оценивает стоимость 30-летнего Бэйла в 60 миллионов евро. Еще зимой она составляла 80 миллионов. Цена неукоснительно падает. И это еще одна причина попрощаться с футболистом сейчас. Ангелина Никитина